В Кудепсте проживает порядка двух тысяч ветеранов. Совет, который всех их объединяет, здесь создали достаточно давно. А вот помещения для обсуждения наболевших вопросов у заслуженных сочинцев никогда не было. Надежда сесть за круглый стол появилась в прошлом году. Городским собранием было принято решение о выделении помещения Совету ветеранов микрорайона в пятиэтажке на улице Дарвина. Но въехать сюда, несмотря на наличие документов, не представлялось возможным из-за массы препятствий разного характера. Помощь ветеранам, как юридическую, так и финансовую, оказал депутат округа. К тому же для Романа Бугачука решение этого вопроса стало и выполнением наказа избирателей. Я сделал все возможное. Мои помощники помогли очень сильно. Своими руками все сделали. Сделали все от души. И теперь есть, скажем, дом для Совета ветеранов, куда они могут приходить, общаться, решать какие-то насущные проблемы. День открытия помещения первичной организации Совета ветеранов микрорайона Кудепста собравшиеся назвали знаменательным событием. Ведь работать плодотворно, без так называемого офиса, членам совета достаточно сложно. Тем более, что именно здесь пожилые общественники планируют обучать методам работы своих коллег из других районов. Ну, наверное, все проблемы решаются за круглым столом. И когда стола нет, то тогда и работа практически другая. Обычно все первички или в полуподвальных, или вообще на улице. А вот сегодня благодаря депутатам и депутатскому корпусу, а таким депутатом является для нас богачук Роман Владимирович, произошло это знаменательное событие, потому что он приложил все силы для того, чтобы помещение это было отдано нам в распоряжение. Бесхозные сети, строительство рынка, ремонт поликлиники. Вопросов для обсуждения у ветеранов достаточно. А в новых условиях диалог с народными избранниками будет намного качественнее. Один из насущных вопросов решился уже в этом месяце. При взаимодействии городского собрания и Совета ветеранов Кудепсты маршрут 122-го автобуса по просьбам пожилых граждан продлен до 4-й горбольницы.